Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы опять поговорим про Google. И хотя кому-то тема может показаться простой, учитывая, что мы, например, разбирали, как создать голосового чат-бота на гугловском Dialogflow, этой темы надо коснуться, потому что далеко не все пользуются в работе Google документами, а зря. Вещи-то очень полезные и замечательные. Во-первых, потому что это бесплатный Microsoft Office, который всегда под рукой. Ну и во-вторых, Google документы замечательны своей возможностью совместной работы. Итак, все документы хранятся у вас на диске. На диске хорошо бы не устраивать помойку, а создавать папки и под папки. Google документ можно создать, нажав здесь или нажав правую кнопку мыши. Вы можете создать обычный документ, аналог Microsoft Word. Можете создать таблицу Excel. Можете создать презентацию, это аналог PowerPoint. Я, кстати, не понимаю, почему Microsoft все еще продает свой офис. Точнее, кто его покупает. Ну да, наверное, в PowerPoint есть какие-то дополнительные функции, очень модные и очень специфические, но среднестатистическому человеку они не нужны. А все, что нужно, есть здесь и бесплатно. Ну и, наконец, вы можете создать форму. Это форма опроса или голосования. Тоже такая обычная, где есть все необходимое. Соответственно, потом вы можете расшарить ее для своих, либо выложить в открытый доступ по ссылке. Встроить куда-нибудь на сайт или опубликовать ссылку где-нибудь в соцсетях. Здесь, на заглавной странице, галерея шаблонов по каждому виду документов. Вернемся на диск и создадим обычный документ, аналог Microsoft Word. Панель управления меньше, чем у Microsoft, но признайтесь честно, пользуетесь ли вы всеми инструментами? Я нет. И все, что мне нужно, здесь есть. Более того, здесь есть, например, голосовой ввод. Не знаю, есть ли он у Word, а если и есть, то он точно не на нейросети. В целом, слова он понимает идеально, но иногда путается со знаками при пинании и голосовыми командами. Мне кажется, команды просто нужно давать жестче. У меня это срабатывает. Но, может, я и придумываю. Как только вы начинаете печатать документ, он автоматически начинает его сохранять. И если вы его закроете, то он останется у вас на диске просто без названия. А назвать вы его можете здесь. Здесь же вы можете его переместить в любую папку на вашем диске. Как работать с вкладками и инструментами, я рассказывать не буду. По сути, это обычный ворд. Тут все просто и понятно. А расскажу я, естественно, о главном достоинстве Google Doc, а именно совместной работе с документами. Итак, вы можете предоставить доступ к документу какому-то конкретному человеку вот отсюда, из настроек доступа. Просто по адресу email. Вы можете разрешить ему редактировать, то есть дать полные права, комментировать или только просматривать. Минимальный уровень прав. У человека, которому вы предоставили доступ, этот документ появляется в папке, доступной мне. Поэтому я советую, даже если вы расшарите документ вообще для всех, все равно указывать кого-то поименно, чтобы он не затерялся у других участников процесса. Все правки, которые вносят участники процесса, сразу отображаются. Кроме доступа, поименно можно включить еще доступ по ссылке. Причем тоже есть три уровня доступа. Тогда документ станет доступен уже совсем всем с теми правами, которые вы дадите. Очень клевая вещь – это комментарии. Любую фразу, которая вызывает вопросы, вы можете прокомментировать. Создать дискуссию. Комментарии видны всем участникам процесса и все они могут комментировать ваши комментарии. То есть это настоящая дискуссия, привязанная к фрагментам документа. И последнее, о чем нужно сказать, это то, что все версии правок также автоматически сохраняются на диске. И вы всегда можете вернуться к изначальному варианту. Наверное, есть еще что-то, о чем я не упомянул, но невозможно объять необъятное. Начинайте работать с документами, если не работаете пока, и сами найдете какие-нибудь полезные фичи. Все, любите друг друга, ну и Google, естественно. Он помогает нам жить, в отличие от гопников. Аллюзия на фразу, из какой песни это кстати? Напишите в комментариях. Ну и конечно подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, расшаривайте видео.